Всем здарова, с вами Медуза. Сегодня у нас на обзоре новый премиум линкор 7 уровня Полтава. Рассмотрим, что это такое, как оно играется и в чем же его разница между прокачиваемым собратом, 7 линкором Синопом и советской ветки линкоров. Пробежимся кратко по его ДТХ, по билду командира, который я вам сегодня порекомендую наиболее актуальному. По расходникам, по модернизациям взглянем на его броню, посмотрим, сможет ли он танковать и танковать лучше или хуже, чем линкор Синоп. Далее выдвинемся в бой и посмотрим, сможем ли мы настрелять урон, сможем ли мы нафармить много серебра. Итак, давайте кратко по ДТХ. Боеспособность 59 тысяч, в принципе неплохо. ПТЗ 33%. И если мы сравниваем с линкором Синоп, то у нас ПТЗ в два раза лучше. Почему? Потому что у Синопа 16%, а у нас 32%. То есть, если какие-то торпеды будут по нам попадать, то все-таки будем мы жить дольше, чем Синоп. Артиллерия. Тут огромное различие между этими двумя линкорами, поэтому давайте по порядку. Сначала плюсы артиллерии Полтавы. Это перезарядка. Она быстрее, чем у линкора Синоп. Баллистика также лучше, и поворот на 180 градусов также быстрее осуществляется. Собственно говоря, какие дальность стрельбы, которая на 800 метров лучше, чем у Синопа. Теперь минусы. Главный калибр меньше, потому что у Синопа у нас 406 миллиметров, а у Полтавы 356. Какие различия критические? Различие в том, что Синоп со своим 400 миллиметровым калибром может пробивать в нос одноуровневые линкоры, то есть бронебойными снарядами. А Полтава, в отличие от него, может пробивать лишь одноуровневые крейсера. Почему? Потому что в условиях нашей игровой механики калибр 356 может пробивать обшивку крейсеров седьмого уровня, а с восьмого уровня обшивка крейсеров начинает быть 25 миллиметров, а у нас пробития хватает только на 24. Поэтому мы не будем пробивать вражеские крейсера, если они будут грамотно стоять ромбом, или же кормой, или же носом. Поэтому это минус. Также нету главной фишки советских линкоров. Это при сближении с кораблем противника, то есть при уменьшении дистанции к нему, у нас орудие будет стрелять точнее. У Полтавы этой фишки нет. У Синопа есть, у прокачиваемой ветки всей оно есть. У Полтавы эта плюшка отсутствует. Поэтому учитывайте это, когда будете бороться с врагами, с вражескими кораблями. Дальше по ПВО. В принципе, в принципе, ПВО у всей ветки и также у Полтавы, оно достойное. Оно может бороться с авианосцами, оно может дать им отпор. Но проблема в том, что оно не живет. То есть, когда вы выходите в бой на советском линкоре, вы знаете, что вы можете потанковать, и потанковать успешно. Но дело в том, что когда вы танкуете, противник понимает, что ВБшкин у нас не пробьет, поэтому начинает заливать фугасами. А если он заливает фугасами, то от любого фугаса, от любого, у вас практически все ПВО, кроме там может быть дальней ауры, оно просто отлетает на ура. Поэтому хоть ПВО и сильное, но оно очень быстро умирает. У всех линкоров. Без исключения. Если кто играл на линкоре Кремль 10 уровня, то вы поймете, о чем я говорю. Поэтому истребитель вам в этом плане очень сильно поможет в боях, если вы будете очень долго играть этот самый бой. Маневренность. 30,5 узлов. Мы быстрее Синопа на 2 узла с учетом флажка на скорость. То есть Синопа идет у нас 28,5, Полтава 30,5. Поэтому это какой-то маленький плюсик есть такой. Циркуляция. Что у Синопа, что у Полтавы огромная. То есть около километра. И перед как рулей, в данном случае у Полтавы она тоже очень долгая, 15 секунд. Из-за этого вы должны внимательно и грамотно закладывать свой маневр. Потому как если вы не вложитесь в этот маневр, врежетесь, то подставите борт. И как мы знаем, если вы подставляете борт, то цедель у советских линкоров, она очень сильно торчит из воды. Она уязвима, поэтому вас просто очень быстро убьют. Поэтому смотрите, чтобы вас не отрезали, чтобы вы смогли всегда отвернуть. Иначе очень быстро сложитесь. Маскировка. Маскировка одна из топовых. То есть это реально очень хороший результат, если вы будете пилить корабль в маскировку. То есть перк ему ставить. 12,2. Вы можете подобраться к вражескому кораблю, к линкору, к крейсеру. И просто реально дать ему залп. И если не отправите в порт, то в принципе очень сильно его покалечите. Это хорошая маскировка и очень достойная. По расходникам давайте теперь пройдемся. С ТХ я думаю мы закончили. Расходники стандартные для советских линкоров. То есть у нас 5 аварийных команд есть. Они кончаемые. Поэтому расходите их грамотно. Действуя 10 секунд, перезаряжаются 40 секунд. Просто у меня 38 с учетом флажка. Ремонтная команда. Тоже ничего необычного. И истребитель. То есть у нас нет выбора между корректировщиком. А даже если бы и был бы, я бы вам рекомендовал почти в 100% случаев брать истребитель. Почему? Потому что я уже объяснял ранее, какое у нас ПВО. По модернизациям. Основное вооружение, чтобы нам главный калибр не выбивали. Система борьбы за живучесть, чтобы меньше поджигали. Система наведения. Почему не ПВО, не ПМК, не орудие? Потому что оно вам ничего не нужно. То есть ПМК бьют вообще на советских линкорах. Это самое дурацкое, что может вообще человек сделать. То есть у них ПМК не на дистанцию работает. Они такие хорошие, как у немцев. Поэтому ничего это вам здесь не нужно. Система борьбы за живучесть. Здесь есть альтернатива. То есть система борьбы за живучесть. Если вы привыкли к таким огромным линкорам, как Кремль, как Круфюрст, или возможно как линейный крейсер Сталинград, то вы достаточно быстро привыкнете и к Полтаве. Из-за их возходства в огромной циркуляции. Но если вы чувствуете, что вам трудно, то как альтернатива вы можете поставить рулевые машины. Вы будете быстрее перекладывать рули, вам будет комфортнее. Почему берется у меня система борьбы за живучесть? Я проаргументирую этот момент. У нас все-таки аварийных команд мало. То есть всего 5 штучек. И если бой затягивается, то вам будет полезнее система борьбы. Так как она быстрее позволяет тушить пожары и затопление. И в комбинации с флажком на тушение пожаров, а также с перком капитана, она позволяет очень долго жить. То есть в принципе это очень полезно. Поэтому рекомендую вам ставить. Но у рули тоже альтернатива есть. По пергам командира давайте пройдемся. Если вы смотрели хотя бы некоторые из моих обзоров по линкорам, или же по любому классу кораблей, то я всегда рекомендую профилактику. Почему? Аргументирую. Профилактика вас защищает. То есть она уменьшает вероятность выхода из строя, как здесь написано. Главного калибра торпедников, рулевых, двигателей и всего этого. Поэтому это полезно, учитывая то, что вы будете ромбом танковать, или же может быть носом, то это поможет вам сохранить установки главного калибра. Далее. И отчаянный поворот башен. Поворот башен, к слову, кстати говоря, про поворот башен. У Синопа по умолчанию, без учета перка, поворот башен 60 секунд. У Полтавы 45, без учета командира. Ну, как бы если 60 это очень много, то 45 так же не быстро. И поэтому, если у вас есть особый командир, вы берете мастер-наводчик и уменьшаете ваш поворот башен до 36. До такого уже удобного, комфортного, приемлемого. Поэтому рекомендую вам его брать. Интендант мы берем далее, потому что у нас все расходники очень полезные и очень нужные. Основы борьбы за живучесть, чтобы меньше пожаров было, чтобы мы их быстрее тушили. Противопожарка и маскировка. Ничего более. Ну, может быть, вы вместо профилактики можете взять истребитель так же, чтобы бороться с авианосцами. То есть тоже может быть, может сыграть свою роль. Все остальное здесь очень малоэффективно для линкоров, особенно для советских. Поэтому не рекомендую вам брать. Туэт билд, он очень хорош. Единственное, что можете вместо профилактики взять пункт наведения истребителей. Теперь давайте по бронированию. У нас огромный нос, и это наш минус. То есть в сравнении с Синопом, у Синопа нос хоть и тоже длинный, но площадь 25-мм брони очень маленькая, в отличие от Полтавы. Поэтому Полтаву в нос будут пробивать калибр, начиная от 380. А 380 калибр у нас есть у достаточно большого количества линкоров. Поэтому удобнее вам будет танковать именно не передним, ну то есть как бы не вперед ромбом идти, а именно обратным ромбом. Почему? Кстати говоря, здесь еще есть такая фишка, которая предполагает то, что вам эффективнее танковать обратным ромбом. Почему? Потому что здесь есть кормовой бронепояс, то есть вы стоите ромбом, и площадь поражения, да, вот этой вот кормовой палубы, она гораздо меньше, чем вот носовой обширки, носовой палубы. Также здесь есть палуба 40 мм нижняя, то есть верхняя здесь идет 25, а 40 здесь идет нижняя. То есть вы стоите обратным ромбом, противник вынужден по вам стрелять вам в корму, чтобы нанести какой-то урон. И у вас тут палуба 40 мм, которая танкует и ББшки, и фугасы, то есть очень хорошо. А корма у вас это, которая незащищенная часть, она достаточно маленькая, в нее трудно попасть. И она, как вы видите, гораздо ниже, чем нос. Ну и собственно говоря, тоже как бы меньше. Поэтому, если на вас будут наступать противники, обратный ромб обставите, вы будете долго-долго жить, танковать и наносить урон взамен тоже в ответочку им. К слову про главный калибр, еще хотелось бы добавить то, что здесь главный калибр бронирован лучше, то есть если вы лбом стоите, чем у Синопа. То есть здесь 425 мм, у Синопа, если я не ошибаюсь, 400 мм. Да, то есть немножко лучше главный калибр защищен. По бронированию мы закончили, давайте же выдвинемся в бой. Посмотрим, что из себя этот корабль представляет в бою. Дамы и господа, если вам этот обзор понравился, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это мотивирует меня на создание другого материала, другого контента для вас, полезного. Из того, что можно сказать про этот линкор, то есть по опыту игры на нем, к сожалению, они не отображаются здесь в истории. Так бы я вам их показал. В принципе, он имеет право на жизнь, но я бы даже так сказал, я бы даже так выразился. Знаете, этот линкор, он... В большинстве случаев все-таки у него снаряды лучше заходят по крейсерам. Но по линкорам будет лучше работать Синоп. Из-за того, что у него все-таки главный калибр лучше и пробивает в нос одноуровневые линкоры. А Полтава, из-за чего своего маленького калибра, у него лучшее взведение по крейсерам в борт, если они идут. Здесь есть такой же, такой же, так же момент, то что у нас на любой дистанции одинаковая точность стрельбы. Потому что, как я говорил ранее, баллистика, точнее не то, что баллистика, а фишка отсутствует советских линкоров. То есть при сближении мы не получаем улучшение Сигмы или как оно там называется, да? В отличии от Синопа. Поэтому мы на любую дистанцию стреляем одинаково. Из-за этого можно держаться подальше от противника и настреливать урон. Точность, можно сказать про нее то, что она не очень хорошая, но и не очень плохая. То есть что-то среднее. В любом случае, если вы играли на Шернхорсе, то вы знаете, что такое плохая точность. Она там действительно очень кошмарная. У этого линкора все дела обстоят получше. Я вижу, что у них очень много крейсеров, очень мало эсминцев и благо четвертый авик. То есть нам повезло, отрядные попались. Пойдем на точку А. Хотя я большой фанат на самом деле повоевать на точке С. Но так как нас зареспило, как вы понимаете, на краю, то идем на точку А, воюем там. И учитывая то, что у них четвертый авианосец, и также Николас, который с очень слабыми торпедами, а также Маас, у которого относительно плохая маскировка, и также торпеды очень слабые, хоть они перезаряжаются быстро, то мне практически нечего бояться. Да и... Если мы будем танковать обратным ромбом, как я вам рекомендовал ранее, то еще раз не будет нас пробивать в палубу. Даже с инерационным взрывателем. То есть в заднюю палубу, вот в эту часть. Видим Кирова, давайте по нему скинемся, если он подставится. Он отвернул? Да, он отвернул, к сожалению. Не попадем, наверное. Он отвернул, также потерял скорость, из-за этого не попадем. Но он очень сильно ошибается, он, видите, он идет носом на всю нашу команду. Поэтому он сейчас должен умереть. Я вот сейчас размышляю, дать ему в нос, или же подождать, пока он борт подставит. Как-то он неохотно хочет борт подставлять. Давайте ему стреляем сюда, на отворот. И рассчитываем, что мы ему дадим хотя бы одну циадель. Повезло. Повезло ему. Отделался пара из сквозняков. Пока что я не могу простреливать тех крейсеров, которые на другом фланге. Да, ну вот, его уже добили. Хотел сказать, что я пока не могу работать по этим крейсерам, которые за островом. Поэтому постреляем по нему. Так как его уже сшотнули и отправили в порт. А давайте караулить Синопа, Обу. И точнее там Зара, кто там, Зава и Монте-Куколи. Учитывая то, что у нас Механ без дымов, он всех светит. Да, вот, можно как раз таки его поддавить. Тоже везет. Те крейсера, которые, знаете, которые пятого уровня. Они абсолютно без брони. У них она полностью отсутствует. Из-за этого иногда даже по цитаделям Точнее в борт Цитадели не залетают. Мы очень сильно подставились. Это моя ошибка полностью. То, что я так словил только что Цитадели от Синопа. Нужно отвернуть. Похилиться. И начинать танковать. Будем работать сугубо только по крейсерам. Из-за того, что Синопа я очень плохо пробиваю в нос. И первый крейсер Я учитываю то, что он числовит торпеду. Он уже умирает. Я буду работать по черцу. Да, не залетает пока у нас Ни одной Цитадели. Как видите, углы наводки очень неплохие. Давайте, там щёрт съесть, да? Он так странно Так странно маневрирует. Он просто тормозит на середине карты. Ты такого никогда не ожидаешь. Надеюсь, Синопа сейчас добьют. Да, его добивают. Может уже агрессивно идти. Давайте тушим пожар. Агрессивно идти на точку Б И туда воевать. Подождем, пока он ворд подставит. Даем залп. Да что же вам так всем везёт-то, а? Ни одной Цитадели не словили Противники. Просто ни одной. Ходят бортом И у них просто какая-то Защита от Цитадели. Иммунитет просто. Второе раз я не успею им кинуть, да? Я уже не успеваю им кидать второй раз. Он за остров уходит. Может быть там Какой-нибудь снарядик пролетит? Пролетел! Хоть в этом повезло. Хоть в этом повезло. Хоть где-то пролетел снаряд. Ну давайте набираем полную скорость. Нам не нужно маневрировать. Ни в коем случае нельзя маневрировать Из-за того, что... Блин. Теряем скорость очень легко. 30 узлов набираем И мчим просто на точку Б Чтобы сразу с противником. Иначе у нас урона никакого не будет В бою. Думаю, синопа мы точно обгоним. Давайте взглянем, есть ли у него флажочек на скорость. У него вообще никаких флажков не стоит. То есть У него скорость будет сколько? 20 26-27 узлов. Мы его точно обгоняем И одновременно сводимся на Зару. Если вдруг она засветится, мы ей даем опор. Видите, я был прав. Если бы я пошел на точку С, там гораздо бы больше целей было для стрельбы. И можно было бы стрелять как-то от островов, поддавить, может быть, на бортоходстве кого-то. Ну хотя и здесь очень много противников было, блин, бортом. И ничего не залетало у нас. Вот, кстати говоря, Зара. Берем большое упреждение, потому что у итальянских крейсеров У них изначальная скорость больше, чем у любых других. Повезло Заре. Ну хотя он отвернул тоже вовремя. То есть, если мы говорим про стандартную скорость крейсеров, то Скажем У Томаоба есть 35 узлов У Зары будет 37 И это без форсажа, без ничего Я думаю, Хасю даже на нас не долетит Да, он все Все слил И Маас все торпеды съел Судя по всему, дамы и господа, нас ждет бой без урона Хочу и вам сказать Но еще не вечер, возможно, у нас союзники какие-то сольются А дадут им команде врага очков Может быть мы еще поиграем Я прекрасно понимаю То, что у них противники Ну, играют аккуратно, потому что они в меньшинстве Но все-таки Чересчур пассивно Очень жаль Попробуем перекинуть по Трента Делаем нашу фишку Загадываем под острова И пытаемся поддавить Ну что Мне кажется, она падает Да, падает чуточку ниже, чем нужно Лучше в этом случае В этом случае сейчас стрелять цельным залпом А не каскадной стрельбой Чтобы не спугнуть Крейсер Поэтому всегда стреляйте лучше цельным залпом Если вы видите, что корабль к вам подставляется Иначе вы его спугнете просто И Он отвернет Кормой Станет или носом И все А так, видите, вы целый залп дали И он начинает уже нервничать Уже когда он получил урон А не когда мимо него залп пролетел И он начал тогда Маневрировать Давайте его добьем Успеваем его добрать Да, цельный дельт дали Теперь фокусируем наше внимание на щерсе Перекадываем орудия на правый борт Потом будем заворачивать влево Таким образом будем работать сейчас Тремя орудиями по щерсу Предусматриваем этот момент Если будет цельный дельт Сейчас еще раз То мы его, в принципе, должны убивать Да, вот цельный дельт Видите, 200 хп осталось Повезло человеку Да, вот его добивают Ладно, слишком быстро мы его убили Так что давайте тогда Орудия обратно повертим Я думаю, мы потратим хотя бы Хотя бы времени где-то около Двух залпов Возможно трех Но так как противник Очень сильно подставился Немного, мне кажется, я не рассчитал Скорость Нагата Ничего, 7 тысяч дали Ну что, будем играть в догонялки С тобой Нагата, а? Только не убегай Ну дай нам бой Тупо убегает Кстати говоря, у них же есть еще авик Не стоит об этом забывать И Механ сейчас, походу, идет за ним Он жадный А мы знаете, что сделаем? Мы сейчас, наверное, сведемся туда куда-нибудь Если он вдруг засветится То мы дадим один окончательный залп Прежде чем бой закончится Хотя, хоть все, очень низкоуровневый авианосец У него маскировка Супер хорошая Да, к сожалению, мы выигрываем К сожалению, мы выигрываем Звучит очень странно Но, блин, так оно и есть То есть у нас Урона 80 тысяч И Пожалуй, настаю На своей точке зрения о том Что лучше бы я пошел воевать на точку С Видите Зареспило меня Я, как бы, поддался Респу И пошел на точку А воевать А у нас там противники просто сдохли Очень быстро 80 тысяч урона Мы воевали с одноуровневыми Насколько я помню Да, то есть у нас семерка И ниже шли противники 1500 чистого опыта 350 тысяч фарма Без флажков мы играли Давайте посмотрим, по какому мы работали По тренду 20 тысяч По щерцу 23 По другому еще разу Там 12 По нагату дали Там, в общем Немножечко всех остальных мы покусали По всем мы выбили 9 самолетов Если бы мы играли без према И без единого флажка на фарм То мы бы нафармили 122 тысячи За такой бой Поскольку мы играем с премом То 240 плюс ушли чистыми Опять же, ни одного сигнала на фарм Корабль неплохой Хоть и я уверен Будет у некоторых людей Подгорать от его точности Как вы могли заметить То, что летели очень много сквозняков Очень много И В некоторых случаях у вас реально будет подгорать Скажу откровенно Скажу откровенно Что считаю Синопа лучше Во многих случаях В боях Когда он будет играться Но все-таки Полтава Это премомный линкор И Наверное, скорее он Создан для того, чтобы Поддерживать игрока То есть, если у него есть Какие-то проблемы С Серой Чтобы он мог держаться на плаву И поигрывать иногда на Корабле Поэтому Полтава В принципе может фармить Как вы можете посмотреть Но Иногда будете подгорать Поэтому Финальный вердикт Корабль неплохой Но Синоп Лучше А на этом можно подвести Как бы итог С вами был Медуза Надеюсь, вам узор помог Надеюсь, он был для вас полезен Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok